Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, я взяла слово, чтобы внести ясность в то, что было здесь озвучено нашим коллегой, господином Симоньяновым, спикером Армении. И хотела бы сказать следующее, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана, она абсолютно не соответствует действительности. Министерство обороны Азербайджанской республики уже заявляло, что в Карабахе, которая является суверенной территорией Азербайджана, на пунктах проводится уточнение позиций мест дислокации. Но несмотря на это, утром 26 марта этого года члены незаконных армянских вооруженных формирований, которые незаконно проникли на суверенную территорию Азербайджана, они предприняли попытку совершить очередную диверсию против подразделения азербайджанской армии. И, конечно же, в результате незамедлительных мер наших вооруженных сил члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить. Я еще раз хочу добавить, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положение. К сожалению, до сих пор не выполнен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооружений территории Азербайджана, что требовалось по соответствии с пунктом 4 трехстороннего заявления. И хочу сказать, что нарушает положение заявления не Азербайджан, а Армения. И, безусловно, что в соответствии с положениями трехстороннего заявления полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований, спризненных международным сообществом территории Азербайджана, конечно, должен же быть обеспечен. И еще раз хочу сказать, что нет такой территории, как Нагорный Карабах. Есть Карабахский регион, а Нагорная часть является ее составной частью. Что же касается того вопроса, который озвучил господин Симоньянов по поводу военнопленных, я хочу сказать, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных в соответствии с трехсторонним заявлением. Военнослужащие вооруженных сил Армении, проникшие на территорию Азербайджана после подписания заявления 10 ноября 2020 года, не признаются военнопленными согласно Женевским конвенциям 1949 года. И они подлежат уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу Азербайджанской СССР. Спасибо за внимание. Коллеги, может быть, настаивайте, пожалуйста. Я не хочу вступать в полемику, понимая всю ситуацию. Нарушений заявляли не только Республика Армения, но и Российская Федерация, которая является гарантом на данной территории. И не вдаваясь в подробности, я все-таки хочу повторить, чтобы было всем ясно. Армения предлагает Азербайджану незамедлительно начать переговоры вокруг заключения мирного договора. Спасибо большое. Да, мы за мир тоже. Валентина Ивановна, одну минуточку. Совершенно не хочу продолжать дискуссию. Скажу о том, что Азербайджан – это первая была страна после подписания трехстороннего договора, который предложил. И есть пять пунктов, которые очень хорошо известны армянской стране, на основе которых этот договор будет подписан. Мы неоднократно приглашали Армению к подписанию договора. Прошло более полутора год, но, к сожалению, договор еще не подписан. Мы ждем от Армении согласования по всем этим пунктам. Спасибо. Одна маленькая ремарка. Я извиняюсь, коллеги, я официально заявляю, как и ранее, что для Армении эти пять пунктов являются приемлемыми. И мы считаем, что если немножко добавить там некоторые аспекты, мы можем начать обсуждение насчет этих ваших пунктов. Мы очень надеемся, что именно мирным договором завершится эта ситуация. И, видите, получила поддержку у всех участников нашего заседания. Мы искренне этого желаем.